так всем привет чуваки и пока и кажется этот остров высоком случае полностью зачистили насчет пиратов где там по подсказывали что три штуки золотых им таки нужно будет дать и обязательно кстати я нужно будет до 1000 золотых потому что ну надо обязательно что квест закрылся а если до 1000 золотых там какой-то квест не закроется короче говорят давайте вспомним к тому маяку реально просто интересно что там а еще не хотели сказать что нужно ловкость 40 чтобы простое было ростов уже работал то есть моя x2 не нужна ловкость еще вкачать на 3 ну быть может кто хотя может все было бы ягод гоблина нажатся да ну да тихо я даже потом попробую так и сделать натуре наживался ягод гоблина проверим можно ли будет после этого украсть все ту же статую и все ту же карту у капитана ренхардса из получится то ладно тогда пожертвуем уже садаки силой фиг с ним а потом у кого-нибудь я пополнил того же возможно тикса или еще кого-нибудь из на принципе мне сейчас эти три единицы сила по сути но ничего не дадут но это то стараешь крысь весь исследовал правильно там ну реально там больше нет ничего делать кажется я там все сделал вот он крота крысы у маяка это моя крота крысов они там короче это пати какой-то походу устроились а так я в маяку попасть на не смогут сюда да блин там по делу по ходу нету сейчас поглядим то кстати ли помните они игры что вроде бы как еще на песочном берегу если какие-то бандиты может и есть над песочный берег о котором они грибы и опять шныги но это просто какая-то жесть да просто мне уже честно ратишь не иначе под надоедать по правде признаться я же я уже я уже за прохождение этой игры столько штыков убил да я думаю вы согласитесь я уже за я просто уже под сотню хтора перерезал и начинают они мне надоедать эти ребятушки вот такая вот как бы фигня так щит опять не работает давайте-ка его раз глючим так сказать после этого тут все зачистим короче потом уже потопаем пиратский лагерь покушаем дьяхады гоблины попытаемся обворовать там я живу хилые капитана возможно наконец-то у нас получится вот о там пум пещера какая-то до полу там пещера вне какой-то мужик сидит может быть это если те вот самые у тебя самые бандиты на височном берегу о которых нам и говорили братишка братишка выходи бороться давай давай до сих пор бегаю с мячом блин который еще это еще в шахте намутил да и такой того полный отстой серебряным мечом и же его еще шахте намутил нельзя так жить просто по сути ничего лучшего и находила если находю до силы на это нужно было столько что я же и валда грубо говоря опять 3 новая музыка заметили и живучи очень крутое музыкальное сопровождение помню круче чем оригинальный даже готики потому что там было не так много темы здесь и очень много тем и они реально отличаются друг от друга каждый со своим таким сказать прикольчиком на один из самых жирных жирных плюсов темный саги то есть им но ты музыкальное сопровождение честно говоря очень сыграю на раз самые большие плюсы это именно это но так-то повторюсь то что я уже однажды горю то что если бы в этой игре не было бы багов всех которые я уже успел заметить то это был бы реально шедевр браться честно я не ожидал такого все есть и сюжеты музыкальное сопровождение и боевка и новые блин прикольчики вроде того же счета да а по-моему это эти братаны это помоете скреты охотники они хоть не враждебные братишкой ты как братишка братишка да что ж ты еб мертвый пират это даже хуже это блин даже нет этот это падла в мертвый пират какой-то сволоча то не короче это мне наверно еще рановато то давайте это сваливать отсюда туши мертвый пират а давай такой уж серьезный парень когда я уже вкачаю блин от наручку нормально или доспехи и такие разручу да что уже смогу всех нагибать уже так поднадоело от всех попуски получать да там ничего нет вот и там еще и мрак лорис ребята это вообще жесть а прям не местности я не знаю что и шныги и мрак лорисы и мертвые пираты но тем не менее опыт нам нужен и деньги особенно нужны да потому что нам нужно как-никак три штуки золотых и штуку золотых по-любому давать но еще ли среда писали в комментариях то что вроде бы эти 3000 золотых они не отнялся когда будем их отдавать там ничего нет это конечно жирный плюс бах который мне нравится так сказать да но погляди может быть у кого-то так было у меня не будет так это что же такое тут у всех по-разному я так понял так что на верхнем подняться такой ого да там опять этих куда фигищи тихонечный шершней а йо кипалки дай дохни это если я какой-то прикол я живу тут вы этих садового удара валишь да вот реально хопа и завалил то бывает надо с ними вот это вот морочиться я не знаю сколько времени походу тут нет никакого подъема как я понял к тому маяку о ну вот это вот так вот я люблю их валить с одного удара то давайте-ка заставимся или есть это нужно наукой тоже топать а мне часы какой-то в подлог плюс то что да лучше давайте все с пиратами разрулим потом уже ой 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 и потом уже будем все там дальше исследовать тем более тут видите тачи мараклорисы бегают и дать ваш попытаюсь его кота выводить того блюдка братишка братишка Как поспал Как поспал О, да нет, что-то не получается у меня его Выманивать, да, это он еще Меня сейчас зарулит сюда, ну да, конечно Все, короче, валим отсюда А то там еще этот конченый бракорис Ну их всех в пень Они меня уже достали Меня все нагибать, реально, какие-то жестокие все чуваки Ой, ну что ж поделаешь Все, валим отсюда, короче Да, ну его пень Блин, а может быть таки попытаться Подраться с этим мертвым пиратом Как думаете, а? Просто я так уверен Я просто уверен на все сто, что они там В своей пещерке, эти мертвые пираты Сто процентов что-то охраняют, да? Там маркорис заглюкал А что ему не имется? А что он вообще до меня так упал, что это братишка? Я же уже ушел У своей территории, что тебе надо? Мразь Сволочь Ой, ну их там много, ребята Их там реально много, конечно Не, надо попытаться Что, блин, реально, а? Там еще конченый волк Как будто макара Борзеет там что-то, а? Что ты, сволочь? Да иди в очко Мне еще не хватало тут с маркорисом драться Короче, все, ребята Я сваливаю отсюда У него сильно длинное оружие Я его не достаю А он меня убит Убит, тупо Под затыльником Мне бьет, короче Страшные вещи Можно было, конечно, смертью нерзь Чтобы его завалить Но у меня же только один свиток А у блюдков там много, так сказать Ну и плюс у меня опять заглюкал щит Как всегда Вплывем, короче, к пиратам А вон, смотри Там вроде бы что-то есть Или, мне кажется Да, вон, смотрите Там что-то есть А ну, давайте поглядим Может быть, там где-то лодку найдем, а? Просто мне бы лодку найти бы Чтоб как-то быстрее добраться до острова А то вплавь как-то не сильно весело И плюс там, может быть, там что-то Мы найдем какие-нибудь сокровища Там тысячу или пять тысяч золотых Ёпта Надо поглядеть, поглядеть Да, я же все, кстати, блин Забыл сказать, что канал-то Наконец-то меня монетизировали Я в группе-то сказал А вот так не говорил Мало ли, вдруг кто не знает То, короче, чуваки, мы растем Вот уже у нас и канал монетизированный Короче, все дела Рейтинг у нас вырос Спасибо, что со мной Без вас это было бы, конечно же, невозможно Вот сейчас лето наступит Так, я раньше летом Где-то за месяц выпивал там Три литра кваса, да, грубо говоря А теперь буду выпивать четыре литра кваса О, чуваки Мы необычный ключ нашли Ммм, а что же этот необычный ключ-то открывает, а? Ребята Как вы думаете, что этот ключ открывает? Необычный ключ, а? Блин, даже интересно стало, а? Ну, вроде бы на островке я ничего такого не находил, да? Там была какая-то фигня Там, где был еще драконий корень Но туда не нужен был ключ Там меня просто убивала магия какая-то, да? А так-то вроде бы, блин Я нигде ничего такого не вспомню Ну, при любых раскладах Хорошо, что мы его нашли А, как говорится, лучше Пускай у тебя будет ключ, чем не будет, да? О, все, разрушилось Так, а вот давайте попавим так вокруг острова Может мы еще что-нибудь найдем, а? Вот уже кое-что же ведь нашли Не, походу, больше мы ничего не найдем Но он, по идее, не сильно большой Поэтому мы его оплыть вдоль и поперек Должны, да, довольно-таки быстрое время, да? Он там реально небольшой этот островок Поэтому давайте на всякий случай уже все смотрим Чтобы не было конфуза, так сказать Так-так, что там, какие-то рифы, да? Так, ну, кажись, кажись, нифига Нет такого Или он там что-то же виднеется, а? Или фигушки, не фигушки, походу Ничего тут нету больше Ну, во всяком случае, мы ее осмотрим Мы будем уже на все сто знать то, что мы ничего не пропустили, да? А то так оно будет давить нам на мозг Будем все время думать, а вдруг я там что-нибудь провтыкал, а? Да, вот мы его уже оплыли вдоль и поперек Да, вот уже ж Это что-то тупик, где мы нашли в прошлом выпуске царский щавель Вот такая вот закогольная Мне интересно, что это за ключ, а? Что же она открывает? Если что, напишите в комментах про тишки Буду очень рад, как говорится Ну, вообще, вот, знаете, что я могу сказать про темную сагу Уже абсолютно точно Это то, что ее за первый раз не пройти, да? Так сказать Ну, вы поняли, о чем я, да? Что называется, то есть Блин, а там еще какая-то лодка вон есть разбитая, а? Ладно, фиг на нее Погнали назад к пиратам Вот это такое Так же самое, как, к примеру, вот Когда проходишь возвращение, да? Ты его первый раз Если пройдешь, то нормально ты его не пройдешь, да? Ты там, возможно, не все квесты выполнишь А или там выполнишь не так, как было бы нужно, да? Ты будешь день-нибудь там тупить Или, блин, как-то не так прокачиваться там Ну, полно чего, да? Для тебя там будет очень тяжело, да? Вот уже, когда ты проходишь второй, там, третий раз То уже ты там все знаешь И уже у тебя есть какой-то план действует И ты его потихоньку выполняешь, да? И так же самое в темной саге То есть ее нужно, наверное, сначала раз пройти А потом уже второй раз Второй, третий раз уже проходить Как, допустим, уже какой-нибудь профи Когда ты уже все знаешь, да? Уже нормально проходить игру То, что то, как я сейчас прохожу Это, наверное, по большей степени издевательства, да? Ну, а что же я поделаю? Так, что-то уже потемнело Давайте-ка сейчас Вот что сделаем Давайте обыщем Хью И капитана после того, как сожрем Три ягоды гоблина И повысим себе ловкость Вот И после этого поспим до рассвета После этого отдадим тысячу золотых И три тысячи золотых тому ублюдку Вот, будем действовать как-то так Мне бы еще где-то 500 золотых размутить Чтобы я сразу же Одноручку повысил у Билли Надо качать одноручку, блин У меня совсем маленькая И силу надо качать И охотничьи навыки Блин, да все, надо качать По сути, честно говоря Если так посмотреть То мне нужно сейчас Вкачивать практически тупо все Я не знаю, где взять и А чьи обучения И денег Страшные, короче, вещи Так, ну что, начнем Давайте на раз хью Пожалуй Так, вот этот хью, братишка Сохранимся Так, где-то в нашей ягоды Гоблина Ягоды Гоблина Хопа, хопа Хопа Итого у меня ловкость 40, всего 55 Ну давайте попробуем К сожалению Мне это не помогло А если выкрасть Карту этого Задротского капитана Рейнгардса Давайте-ка сейчас Пройдем к капитану Рейнгардсу К капитану Рейнгардсу Получится ли что-нибудь Украсть у него Так, где-то в нашей ягоды Гоблина Раз Два Три Братишка Карту отдал Быстро отдал карту, брать О, карту можно Карту можно Это уже хорошо Кстати говоря Вот, давайте Я хочу заплатить за раба Я хочу Вот это другое дело Кстати Если хочешь Мне по сути безрязнь Я поду Все, тысячу золотых Мы за того ублюдка дали А вот еще смотрите А может как-нибудь договоримся Ты даешь рабов А я потом принесу золото В качестве залога Могу оставить орка Думаю, этого будет достаточно Ха-ха Не плохо Ты что, рехнулся? На кой черт Я сдался этот орк? Чтобы потом за ним Пришел отряд его товарищей И всех нас перерезал? Нет, приятель Принесешь золото Получишь рабов Может у тебя будет для меня работа Вот, устранить конкурентов А мы же их уже устранили Может и будет А ну-ка, давайте Можно сейчас сдавать Утквест? О, вот да Проблема решена Теперь никто не будет мешать вам Ходить на промысел Отлично Держи свои 600 золотых Ну ты обещал 900 монет Вот мразь, да А ты еще дольше бы копался Скажи Так, вот Он нам дал 600 золотых Хорошо Немножко деньжат мы размутили Давайте-ка скипу отдадим тебе карту Ты их достал Да Все получилось Вот как Теперь я хочу получить свою награду Не торопись, дружок Я еще не откопал сокровища Приходи ко мне завтра Так, приходить к ублюдку Надо завтра Так, да такие у меня сейчас планы Давайте-ка попытаемся Блин, мне что-то ума не хватило Даже посмотреть на карту Может быть это что-то бы интересное Видео Ну ладно, уже Профукали Давайте еще раз попытаемся Вот мразь, а Не хочет Не, короче Хью нам не обокрасть К сожалению Ну, шо ж поделаешь Не обокрасть Не обокрасть Кстати, а потом можно будет попытаться Когда мы вернемся в лагерь орков А обокрасть А обокрасть их этих орков Возможно Удастся украсть у них Эти каменные таблички, да Было бы неплохо Прямо скажем Так, ну что же, что же Предлагаю тогда поспать До раннего утра Так сказать До раннего утра Убирайся с моей кровати Так, и давайте-ка поговорим Со скиппи Скиппи, скиппи, скиппи Дружище, ну че ты Откопал, откопал сокровище Братишка Ты откопал сокровище? Ахахаха, конечно Теперь гард останется Не только без корабля Но и без денег Ахахахаха А где моя доля? Я предполагал Что карта в сундуке Не настоящая Но должен был удостовериться В этом лично А ты не пытался Меня провести Это хорошо За это я дам тебе Тысячу золотых Приятно иметь с тобой Дело, дружок Сам ты дружок С развальцованным очком Слышишь, дружок Так, ладно Фиг с ним Дау нам тысячу золотых Ну все, зашибись Теперь нам даже Если заберут Эти три штуки То мы уже сможем Заплатить за рабов Так что все у нас ништяк Давайте теперь Юнсену Расскажем про его братишку Ой, блин А сейчас раннее утро Он, наверное, спит, да? А не, вон он стоит Отлично Так Юнсен, я, короче, нашел Твоего братишку Эй, ты! Я нашел Фила Он сказал, что не вернется Что? Так и сказал? Да Он не хочет больше быть пиратом Поэтому и ушел В тот вечер с лазутчиком Так он ушел добровольно? Невероятно Я тут ночами не сплю Думая, что его там держат в плену А он... Ну и черт С ним Пускай делает, что хочет Знать его больше не хочу Это твое право А теперь пора поговорить о награде Разве я тебе что-то обещал? У меня ведь ничего нет Я бедный матрос Я думал, ты просто добрый человек Ты же всем помогаешь Раз так То как добрый и честный человек Я должен пойти к Рентгарсу И рассказать о том Кто повинен в смерти боссмана Ну ты же не виноват Жуля ведь убил твой брат К чему ты клонишь? Я действительно ни в чем не виноват Еще Фил мне сказал, что вы давно планировали организовать побег Жаль, что орки оказались столь глупы, что выпустили тебя из шахты Я жду У меня есть несколько жемчужин и аквамаринов, которые я нашел на берегу Больше ты ничего не получишь Спасибо Спасибо, братишка Так, все, щит работает Погнали, теперь найдем этого Билли Или как его там звать Обучимся одноручному оружию И уже будем покупать рабов Потому что вроде бы все такие квесты мы сделали Ну кроме статуэтки, но к сожалению просто квестов Вернее ключ я украсть не могу И поэтому фиг с ним Это мне наверное надо вкачивать вовкость Или еще прокачивать в карманное воровство А этого я уже точно делать не буду Так как у меня не так много очей обучения, которые я могу тратить Так, братишка Братишка Одноручное оружие, давай Все, зашибись Очки обучения потратили Одноручка у нас теперь, кстати, сколько? Одноручка 40% Но это благодаря моему мечу Если без меча, то 35% Это совсем грустно Но у меня правда еще есть каменные таблички Но я их пока что использовать не буду Я жду, потому что потом будет больше кушать очей опыта Давайте сейчас с этим облюдком подоргуемся Так, мразь, короче Че я тебе хотел продать, а? Так Вот шпаги на тебе в натуре Я тебе все впариваю Топорики Тяжелые сучья Че вы кирки не хотите покупать, а, сволочи? Так, че у нас еще есть? Так, ну это мы, естественно, продавать не будем Можно, прежде всего, продать рецепт булавы Честно, я в основе делать не буду Тем более, мне нужно еще изучить это в кузнеческом навыке, правильно? Поэтому, наверное, нет смысла Так, карта сокровища ничего не стоит Необычный фрагмент камня сделан в виде статуэтки В нем видны небольшие углубления Используется как ключ Так, это мы все Клык каракуса, естественно, не продаем Так, вот золотые самородки можно впарить, в принципе Че у нас еще есть, это все хайп будет Так, по сути, больше нечего, разве что кольца, да Ну, косичков можно парочку продать Это все лучше оставим, потому что, я думаю, может быть, по квесту понадобится Кто его знает Паути наползнул, все это, мало ли, другое, где-то приходится Так Вот зубричного червя, живые ящерицы, сдать впарим Северный кубок Все Так у нас еще и 3000 с лишним золотых, братишки Как раз хватит на то, чтобы рассчитаться с этим ублюдком Эй, а где он? Ну, правильно, мы что-либо все такие квесты сделали, да? Новые рабы, как раз да, арена орков, большая охота А что за пятистал трех драконов? Ага Я понял Ну да, вот только укоренная статуэтка я не прошел Адефак, давай, играй ворк Ну да, кажется, ничего такого больше нету, да Так, а где этот придурок, которому нужно, блин, за золото тать? А, он спит, братишка, что ты дрыхишь-то, а? Так, короче, я принес золото, где мои рабы Я принес золото, где мои рабы? Они сидят в тех дальних клетках Ты куда смотришь, на стены? Что-то случилось Я слышу крики дозорных Черт, это охотники Парни, к бою Покажем этим ублюдкам, почем вон злиха А, так вот, видите, да, три тысячи золотых у меня как бы не забирают Потому что он слышит на звуке боя А-а-а-а Мора, нам нужно уходить Охотники задувать всех в лагере Эх слишком много Вот, увы, стоять и пираты погибать Нужно сообщить дарству об этом Что, струсил зеленая морда? Ха, теперь вы мне не нужны Ни орки, ни пираты Охотники помогут мне освободить работу Заодно получить глину Хватит Я и так на вас хорошо поработал Что? Мора придать мугару За этот дом умирать Не что же, что? Да пошел ты, а Блин, единственное, что плохо, что я вот так вот, блин, ну да, блин, это полный фуфел, да, вот меня вот так вот подставили, так сказать, да, и что я буду делать? Там места нету, этот Вася меня просто в угол забил, заколотил, как барашка какого-то, да, несправедливо, а так нельзя, ребятушки, кто же так делает, блин, так что мне делать, пожелать пока этот баран, что ли, проснется, да, это время пройдет А мне, по сути, заняться-то ведь нечем Блин, ну и фуфел Да, ну зашибись, три тысячи золотых мы сбережем, плюс можно тут все пообчищать Вообще ништяк Блин, наверное, ждать же, наверное, долго, да, будет сейчас только 6 утра, это он, наверное, еще будет там, фиг знает сколько времени Ладно, давайте-то, знаете, наверное, как Давайте-ка, наверное, еще поспим Просто до утра Кроватка есть тут свободная где-то, братишки Кх-кх-кх, так давай ты постанайся, короче Черт, в чем дело? А так, до утра Все, зашибись Теперь пойдемте поговорим с этим братишком, он уже стоит на месте, все, отлично Тут будет все-таки сражаться удобнее, чем в доме, это сто процентов Так Так Я принес золото, где? Что, до с... Ну, слава богу, он таки отошел Лора, нам нужно уходить Охотники убивать всех в лагере Такая, а где охотники-то? Нужка много, ну вы стоите пираты погибать Нужно сообщить Тарсу об... Что, струсил зеленый? Теперь вы мне... Хватит Я просто самих охотников-то ведь что-то не вижу, ёпта И че, мразь, готов выгребать? Ты мразь, да, да че за фигня, а? Че я его должен колотить 3 часа, а он меня, блин, с одного удара столько хп сносит, что я аж офигеваю, а? О, нормально, его там кто-то покосал Красавчик Ничего взять, там ничего нет Да у тебя даже нет золота с собой Получил, а данный уход Так, давайте-ка от греха подальше сохранимся Так, ну че, а меня, кстати, я не трогаю, несмотря на то, что я тоже в доспехах пирата Так дайте мне братишек ваших обыскать, братишки Вот его, охранитель, Хью О, ключ у Хью забрали О, мне интересно, а они мне дадутся тебе обыскать сундук? Хью Там ничего нет реально интересно они не будут против этого против давайте-ка поглядим вы на скипок скипа получается что тоже что ли убили а не против я я понял хорошо а сундук обыскать натуре можно ли давайте еще это попытаемся значит вещи выбрать то все также не можем как как так же как когда здесь были и пираты а вот меня еще интересует что насчет сундука там ведь просто про идею а кроме статуэтки должно еще быть что-нибудь полезное ну правильно он на статутку морда драгоценная статутка и нас еще и три отмычки так ну что ж зашибись вот экспиратов еще ищем поживиться ребята а раба они хоть не трогали не раб вообще где-то пропал давайте наверно сначала знаете как сделать давайте всех сначала обыщем всех пиратов всех трупаков обыщем а потом уже будем говорить со всеми этими братишками там ничего нет а скипа кстати я не видать возможно скипе в натуре деда спасти убежал скипа джо я кстати я так и не увидел а а чё нас трябор он пойдет еще посмотрим на то место где моранс это стоял мне просто интересно морана значит загасили да там ничего нет ты пойди или не пока что я барана не вижу я увидел только дофигище дофигище просто пида морана ра тоже сбежал то что можно не видать трупик так ну что ж вам давайте поговорим уже с первым из ферракийцев обе цент давайте-ка с ним перетрем даже не пытайся приставать ко мне с вопросами если тебе приспичило поговорить иди к дориану хорошо хорошо даже то есть нам нужно найти какого-то дориан а эти типа снова говорить вообще не хотят что ли да это встретит еще кого-то именного видел вот этот поводу стип ты тоже смогли не хочет да я видел как ты отлично сражался ты наверное мастер клинка может и так но тебе не стоит разговаривать со мной да походу нас начал поговорить с дорианом вот это может быть он нет просто ферраки с лишнего дориана искать то ёпта тобиас тут какой-то есть братишка где дориан кто ты отойди не знакомит 6 какая-то тут короче тоже всех перевалили я понял ну не кисло зато мы добра пособирали да у нас деньжа с деньжатами так в принципе дела уже были довольно таки неплохие а также сообщила в шоколаде просто будем помародерствуем так сказать да один квест к сожалению провалились со статуэткой ну чё ж поделаешь не могу понять где дориана искать вот это наверно вон у него какие-то доспехи крутые да точно кто ты что делаешь в этом лагере я располагал что игра повисла и не похож на пирата я видел что ты прикончил орка только это и спасло тебе жизнь да ты прав я с пиратами не имею ничего общего скорее наоборот у меня такие же враги как и для вас не чудом удалось выбраться из рудниковой шахты после того как они продали меня оркам и вот теперь благодаря вам моя месть окончена тебе удалось побывать в шахте и выбраться оттуда именно насколько я знаю еще никому это не удавалось так ешь перец и прав пришлось поморочить оркам мозги прикинуться паинька и оказать им пару услуг после этого они сделали меня наемником с чего бы оркам становиться такими добрыми ведь ты можешь любой момент исчезнуть с острова вообще могу но во-первых они держат шахте моего друга а во-вторых я еще не сделал то ради чего сюда прибыл я не верю тебе все слишком гладко у тебя выходит я думаю что ты специально послан сюда этими хитрыми тварями чтобы потом привести орков наш лагерь черт возьми я не обманываю вас на кой черт мне было резать глотку орку чтобы потом прийти без него и без рабу вот ты и проболтался значит орки послали тебя за рабами я же говорил что ты шпион меня не проведешь взять его воу братишка ну ёлы по он так дела не делаются очнулся я думал что ты концы отдашь хорошо тебе этот дориан приложил где мы в лагере этих ублюдков охотников из всех кто был на берегу живых остались только ты и я всех остальных они перебили черт если бы капитан был на месте мы вам показали почем фунт лиха тысячи чертей капица ренгар столько бегал и орал когда надо было организовать грамотно барон лагеря из давно мы здесь пару дней не больше меня тоже хорошо приложили и я очухался не так давно башка до сих пор гудит 100 гарпунов киту в сраку кто такой дориан как я понял это их предводитель во всяком случае все слушаются его беспрекословно кстати обратили внимание возле балды нашего алласта развить это серп и молот на стене дома забавно за не знаешь что они собираются с нами делать а ты не догадался еще расчленят вы им не нужны я видел как они отпустили тех которых мы готовили для орков думаю они готовят нас на корм он тем тварям что сидят соседней клетки видишь как-то зверюга смотрит куда от неделю не кормлено черт возьми я не хочу умирать мискули что-нибудь и опять-таки музыка да ребят послушайте музыку четко ну чтож смотрю пришли в себя это хорошо не переживайте вам недолго осталось терпеть это унижение смерть в бою смоет с вас все прегрешения ибо только это смерть достойна настоящего мужчины но за то что вы пошли по пути предательств и служения злу вы не заслуживаете сражаться с одним из нас ведь вы мало чем отличаетесь от зверей сидящих соседней клетке чему эти высокие речи охотник переходи к делу твое право просить это хорошо вот держи эту палку и ключ от клетки с волками сразись с ними того из вас кто сумеет справиться с ними мы отпустим такова воля клана правда никому еще не удавалось пройти даже первую секцию ничего мы будем первые я только два не понял зачем он мне дал тяжелую палку если у меня есть меч то есть это такое правило что я должна была бы вооружиться этой палкой если буду валить их в чем-то типа и так нельзя они скажут ах ты врать типа ты против правил играешь или же ничего не понял ладно пойдете валить этих конченных волков по идее чего такого сложно правильно с волками то драться это не стролли мне с марк ворисом волков я нагибал уже довольно таки много на этом острове думаю что своих проблем у меня возникнуть сейчас не должно но там поглядим как оно будет все хп-шку мы восполнили ну и хорошо так щит у нас работает да хорошо давайте-ка заставим ся а с этим братишка не говорить по поводу того что нам нужно идти валить мне не надо еще одна грязная тварь а ключ у одного из волков был прикол до чтобы если открыть следующую клетку ничего взять а прикиньте а этого пирата загасили даже прикиньте каким нужно было быть лохом до чтобы тебя убили волки это конечно просто полная жесть так давайте-ка упомним хп и у меня опять к сожалению а за люка учить поэтому нам придется перезагрузить то что не прикольно так бегать до давайте-ка сохранимся загрузимся я люблю когда щит у меня по красоте выглядит бенчест чуваки я бы сейчас вы просто высидел бы youtube послушал бы эту музыку такая четкая расслабляющая релаксация да прям такая музычка чет четко конечно в этом плане и атмосфера кстати говоря обратите внимание да вот атмосфера такого-то гордого народа какого-то отшельнического да вот как и вот охотники то есть очень круто все передано типа такие вот ну блин реально классно сделать идет клетки все правда не перестаю восхищаться так сказать чем разве выходить и бороться еще у какого из вас вон ключ наконец-то нашел там ничего нет так это мы сейчас уже будем походу последний что ли открывать я так понимаю да а это типа босс волк это понял да ну да это какой-то типа супер волк да за него даже 200 опыта далось так ключ мы забрали давайте-ка покушаем вообще охотники честные малые да даже не забрали у меня мои деньги нет мне не сумел выбраться как я уже говорил вот это стойно уважение если у храбрость мастерство как ослабудить разрушение свободу конец может и а что это такое я на а он нам стал типа ты можешь идти и чего то такое хаст ты не был шахте зря ты не использовал свой шанс и не ушел убейте его да и пошутил не кипятись его зовут хард ты рискуешь жизнью когда так шутишь риск придает жизни больше интереса храбрость граничащая с глупостью ладно ты угадал имя сходи к дориану он хотел тебя видеть здравствуй охотник чего ты хочешь от меня я занят тренировкой просто хотел кое-что узнать занялся бы лучше делом например по упражнялся бы в фехтовании если ты не будешь практиковаться каждый день то недолго проживешь на этом острове ты не мог бы показать мне пару приемов хотелось бы сначала узнать насколько ты хороший боец предлагаю тебе одно дельце если справишься я буду учить тебя что я должен сделать вызови на поединок винсента мне неважно кто из вас победит просто хочу посмотреть на тебя в деле если ты конечно не струсишь ладно попробую расскажи мне о влиятельных людях в лагере главный в лагере ториан он самый уважаемый и мудрый человек здесь к его мнению прислушивается большинство поселенцев и все его очень ценят за отвагу и толковые советы но решение принимает свет лагеря в этот совет также входят добиас освальд винсент и я можно сказать что мы тоже влиятельные люди мне кажется что ты чем-то озабочен да ты прав у меня возникли кое-какие сложности я пока не знаю как поступить может я смогу помочь расскажи что случилось ладно все равно пока ничего в голову не идет в общем я и даниэль любим друг друга наши отношения из простой дружбы давно переросли в большое чувство поэтому я хочу предложить ей руку и сердце а после этого объявить всем что отныне и навсегда мы будем вместе как единое целое как муж и жена я очень рад за вас но что мешает тебе это сделать я должен преподнести и свадебный подарок я даже придумал какой и я поговорил с тобиасом об этом и он посоветовал подарить моей любимой жемчужную диадему это будет царский подарок тем самым я смогу выразить всю глубину чувств даниэль но диадему уже неделю как готова а вот жемчужин у меня нет а где их можно взять в озере неподалеку отсюда можно найти устриц их раковинах иногда попадается жемчуг я обыскал весь берег но мне не повезло все раковины оказались пустыми там на глубине должны быть еще устрицы но я не могу до них добраться почему во первых я не умею плавать а во вторых в озере живет монстр если с мелкими рыбами хищниками справится любой охотник тус рыбы убийцы навряд ли там погибло уже трое охотник которые пытались показать свою храбрость и справиться с ней на я конечно ничего обещать не могу но на рыбину обязательно взгляну если ты мне поможешь я в долгу не останусь так у меня есть жемчужины мне лично выделывает шкуры и мастерит одежду для воинов по крепости ничем не хуже стальных доспехов у меня есть одна такая одежа я могу отдать ее за помощь если ты принесешь мне 7 жемчужин мне живцы на жемчужину давал помните а ну-ка давайте поглядим сколько у меня жемчужин бы но у меня 6 прикиньте у меня 6 жемчужина той жемчужины не хватает жесть а ну да ладно давайте сохранимся наконец-то нашли мы уже их и лагерь охотников это конечно радует еще и нашли учителя который может нам и доспехи дать который может нам еще много чего сделать прямо скажу и одноручки нас обучить так он говорил пригласи на бой винсента да хочу на тебя посмотреть а чё за выходит а может быть чтобы а я понял она хочет посмотреть и буду с винсентом трассе тогда более-менее понятно так а где-то твой винсент братишка лорин какой-то у них там орк в клетке видали стой ты куда направляешься тебе здесь делать нечего да я просто проходил мимо а что ты здесь делаешь разве не видишь я охраняю этого пленного орка как тебя зовут я зовут лорин а ты как я вижу тот самый беглый раб про которого только все и говорят в лагере да ты прав я и есть тот раб меня зовут алластер как тебе удалось вырваться из лап орков такого на моей памяти еще не было немного везения чуток хитрости и вот я здесь смышленый парень на такие нужны в лагере особенно когда мы готовимся показать оркам почем фунт лиха откуда этот орк я поймал его в лесу он там охотился на волков добывал мясо для орков ну я его и подкараулю садил в грудь несколько болтов тот упал я подумал что он погиб но нет же это бестия оказалось чертовски живучий когда я подошел к нему он еще дышал тут подоспел отис который также ходил со мной на разведку вместе мы решили притащить орка в лагерь чтобы дориан его допросил и много вы узнали от него насколько я слышал нет это оказался рядовой орк разведчик которого не особо посвящали в тела шаманов да и признаться честно мы его с атисом хорошо приложили когда тот пытался сбежать на полпути в лагерь теперь орк немного того сбрендил и что вы планируете с ним делать не знаю дориан еще ничего не решил но строго-настрого приказал его караулить будь моя воля я бы давно выпустил ему кишки и дело с концом аж с него пользы никакой только жрет как стая прожорливых вардов неужели ты так и стоишь тут круглые сутки нет конечно ночью я ухожу спать ненадолго это подстилка который мне дали никуда не годится мои суставы уже трещат после сна на не только никому об этом само собой что нового в лагере думать тут мало что меняет я уже начал привыкать к размеренной жизни сейчас мне о встрече может я научить звуком балетом да признаться честно у меня стоять здесь целый день я поищу ли да хорошо с обогон чуваку так у меня есть самогон братишка непонятно чему его отдать не смог а не анима может до 7 бутылок ёлки-палки сколько мощного белый ром и настоящий грох моряков есть ключи у него красительства могу ли нет о да ключ получена ништяк так ладно надо искать дориана искать того вальтера ли какого винсент давайте поговорим с бракашем я ищу шартана пак сказал что вы обычно охотитесь вместе да да отличный но мне нужен шартан никто с этим не спорит скажи где шартан бракаш не знат ты уснул что ли бракаш думать бракаш упоминать ну и зачем можно приставать к бракашу где шартан Бракас не знает, мы добывать мясо детки зверю маяка, но люди нападать и пленить бракаса, моя болеть костью до сих пор. Похоже больше от этого поломна орка. Как ты? Что? Я только не понял, зачем можно украсть ключ от его клетки. Эй, орк Мурра? Как тебя звать? Мурра! Как ты здесь оказался? Мурра! Эй, ты! Мурра! Я понял. Это тоже немного поехавший видать орк, да? Ой, ласфе. Извиняюсь, братишки. Так. Ладно, натуре, надо нам найти. Этого самого. А Винсента подраться с ним, чтобы этот братишка уже перестал с нами бегать, потом поговорить с Дорианом. Это, наверное, сейчас такие первостепенные самые дела, да, в этом лагере. В всяком случае, я так думаю. Правда, большой вопрос, где искать этого самого Винсента. Стой, парень. Есть важный разговор. Я тебя слушаю. Недавно из моего жилища пропал лук, и я думаю, что в этом виноват ты. Что? С чего ты это взял? С того, что до твоего визита в наш лагерь, ни у кого еще ни разу не пропадали вещи. Значит, это сделал ты. Железная логика. Слушай, я не брал твоего лука, и даже в глаза его не видел. Ты либо сам его куда-нибудь спрятал и забыл, либо среди вас все же есть вор, который очень хорошо скрывался до этого. В любом случае, это меня не касается. Мне кажется, что ты врешь. Предупреждаю, если ты не вернешь мой лук, то тебя ждет смерть. Мы не прощаем такие поступки. Я пока еще не говорил с Дорианом, но скоро это сделаю, и тогда твоя жизнь закончится очень скверно. Черт, ты меня вообще слушал? Я не буду повторять дважды. Хм, не стоит портить отношения с охотниками. Хм, хорошо, если я найду твой лук, ты отстанешь от меня? Верни его, тогда я прощу на первый раз твой низкий поступок. Но если ты будешь упорствовать, в общем, лучше тебе поторопиться. Иди искать твой ссанный лук. Вообще борзый чувак, конечно. Так, вот я так думаю, что тут будет либо склад, либо этот самый Дориан, да? Нет, тут ту асфальт. А че, книжку можно почитать? Вы меня за это убивать не будете, братишки? Так, че за асфальт? Ты это был алхимик, да? Эй, кто ты? Меня зовут Алластер. А тебя как зовут, охотник? Ммм, чужак в нашем лагере. Странно. Меня можешь называть Освальдом. Я алхимик нашего лагеря. Тебе не попадался лук Бриана? Нет. Может быть, ты спросишь у самого Бриана? Толково. Я принес дневник Харта. Харта? Вот тебе раз. Чудеса все же случаются. Я думал, что моего уважаемого друга уже и в живых-то нет. А он еще умудрился передать невесточку. Расскажи, где он? Что с ним? Последнее, что я знаю про него, так это то, что он попал в лапы к оркам. Да, ты прав. Хард сейчас в плену у орков. Они бросили его в шахту добывать руду. Но с ним все хорошо, пока держится молодцом. Да, дела не очень хорошие. Надеюсь, Дориан скоро придумает план, как нам расквитаться с этими тварями и вызволит нашего друга. Еще раз спасибо, что сохранил его труды. Это для него самая главная ценность в жизни. Вот, возьми эти зелья и травы. Они пригодятся тебе в твоих странствиях. Зашибись. Так, купить пару зелья, расскажи о себе. Она учить меня алхимии нужен. Да, конечно. Ну, алхимия мне как-то не нужна. По сути, больше с ним говорить не о чем, ладно. Помоги мне найти внук Бриана. Я должен тренироваться. Понятно. Так, а где этот ваш Винсент, братишки? Где его искать-то хоть? Я уже, честно говоря, так провазил здесь нормально, а Винсента все не видел. Всяких идиотов понаходил вроде Бриана, да? А Винсента что-то фигело знает. Да и самого ихнего предводителя тоже до сих пор еще и не видел. Этого самого Дориана или какого-то. Милый пал, я долго еще так бродить буду в поисках всяких чуваков этих, а? Так, это мы обошли нашу клетку, да, так сказать? Ты, что ли, не, это обычный ферракист? А что это за домик? Вот тут, наверное, точно кто-то должен будет быть, да? Кто-то из ваших этих предводителей. Да не, нифига-то вообще никого нету. Пустой дом. Братишки, как-то у вас тут непонятно, как тут кого-то искать вообще, а? Все у вас как-то так тяжело, непонятно, а? Так жить нельзя, пацаны. А вон кто-то у наковальни, а кто-то такой? Тобиас, да не, мне он не нужен. Давайте как-то сначала поговорим с теми, кто мне нужен именно прям пипец как, а потом уже будем говорить со всякими там Тобиасами. Да они еще и земледелием занимаются, да, эти братишки? Работник, работник, работник. Свен. Девца дохлая, я понял. Не, ну это в натуре какой-то фуфел, зацените, я вообще грибу, где и мне искать. Ивар какой-то, блин, да что за дерьмо-то, а? Пацаны, где же мне искать этого вашего Дориана и этого братишку, как его, блин, а? Забыл уже даже как звать его. Ты кто такой? Ферракис обычный. И этого, и этого братишку, ну блин, как его зовут, я уже забыл, реально. Винсент, просто я же хочу сразу с ним подраться, чтобы уже этот квест у меня прошелся, чтобы он меня уже, если что, учил одноручному оружию, да, плюс то, что он за мной бегает, как на веревочке, я же так понял, именно потому, что я должен подраться с этим Винсентом, доказать свою профпригодность, так сказать, да, а я до сих пор его нигде не нашел. Там, кстати, я драконий корень есть, если что, потом его там будет забрать. Так, ладно, мы еще можем идти вот куда-то в том направлении, давайте, наверное, так и поступим. Так, наверное, это здесь и будет, и Винсент, и Дориан, и так думаю. Смотрите, какая рыба, а? А, это глюк, я думаю, они ее типа жарят, я понял, это просто глюк. Так, охотница, у вас тут даже телочки есть, да? Все, короче, как полагается. Отойди, парень, а то еще зашиву ненароком. Это лезвие в одну секунду может лишить тебя жизни. Так, вот мы нашли Винсента, давайте-ка. А можно, если я здесь забрать жареное мясо, там все эти вещички забрать можно, мне просто интересно. А, да, братишки не против. Так, ну что, давайте теперь с этим придурком подеремся. Правда, я не знаю, как оно у нас получится, да? Но подраться стоит сто процентов. Кто ты? Меня зовут Винсент. Я мастер двуручного меча. Также тренирую новичков в основном сражения. Сейчас в лагере каждый воин на вес золота. Если ты хочешь попрактиковаться... Я могу у тебя поучиться? Да, конечно. Если ты не полный тупица и знаешь, чем отличается палка от клинка, значит, я смогу сделать тебя одним из лучших воинов. Моя методика обучения очень проста. Если ты не усваиваешь урок с первого раза, готовься получить сбочку. А у меня тяжелая рука. Если ты усвоил урок сразу, значит, ты пойдешь спать без синяков. Поэтому учеников у меня немного. Точнее, ни одного. Ха-ха-ха-ха-ха. Никто еще не продержался больше недели. Да, методика действительно эффективная. Непременно воспользуйся твоими услугами когда-нибудь. Где мне взять такой меч, как у тебя? Ха! Такого меча больше ни у кого нет. Освальд делал его несколько лет. И превзошел сам себя в мастерстве. Но ты можешь попытать счастье в разрушенном форте, возле старой дамбы. Пару лет назад мне довелось побывать там. Этот форт просто кишит всевозможной нечистью. Как ты, наверное, знаешь, на призраков не действует обычная сталь. Только серебро или магия. Магией я не владею. А вот сталь моего клинка содержит серебро. Освальд изобрел какой-то новый состав. Так вот, разобравшись с обитателями верхних ярусов и спустившись вглубь форта, я наткнулся на одного призрачного воина. Тот сразу напал на меня. После нескольких минут боя я понял, что не выстою. Воин был очень талантлив и обращался с огромным двуручником, как с пушинкой. Я пригляделся к мечу и понял, что это очень древний артефакт, наделенный немеренной силой и сделанный великим мастером прошлого. И что же было дальше? Я начал отступать. Силы с каждой минутой таяли. Я решил, что пришел мой час. Но совершенно случайно в этот же форт сунулись какие-то два незнакомца. Как предполагаю, охотники за сокровищами. Они тоже вступили в бой. Я, воспользовавшись передышкой, предпочел ретироваться и больше никогда не возвращаться туда. Думаю, тех бедолаг мир больше не увидит. Так что, если хочешь рискнуть, наведайся в тот порт и схвозись со стражами. Может, удача будет тебе более благосклонна, и ты сможешь получить свое распоряжение один из лучших артефактов, дошедших до наших времен. Ты меня заинтриговал. Надо навестить тот форт. Ты не брал внук, Бриана? А зачем он мне? Чем ты... Слежу за... Чувачок этот, кстати, немного поехавший, да? Судя по разговору, он какой-то немножко того, по-моему. Ну да ладно. Может, слишком сильно как-то мечом по голове получил. Я хочу вызвать тебя на бой. Ага. А ты отчаянный смельчак. Однако, давно я таких не встречал. Я готов принять твой вызов. Если ты серьезен в своих намерениях, то так как ты не один из нас, то бой будет идти, пока один из нас не погибнет. Потому что, если вдруг ты окажешься более опытным бойцом и победишь меня, в чем я, признаться честно, очень сильно сомневаюсь, то мое имя покроет позор поражения. А позориться перед своими братьями равносильно смерти. Подумай хорошенько, бой будет проводиться вон в той клетке, которая иногда служит ареной для таких поединков. Так, чуваки, я-то что-то серьезно. А что же мне этот братишка говорил, что просто поделись с ним, я хочу на тебя посмотреть. А если бой будет насмерть, то это же совсем не весело, ребята. Ну ладно, давай. Я-то будет. Ого, там вы что, издеваетесь, что ли? Так я у него даже хп не отнимаю, братишки. Я что-то вообще не понял юмора. Я у него даже хп, по-моему, не отнимаю, когда бью. То есть, и ты так понял, что сражение, в которое я сто процентов просру, да? Золото. Золото? Золото никогда не помешает. Так. Так, 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 так. Надо подумать. Значит, что? Давайте-ка его так вызовем, чтобы просто я успел выложить свое золото из инвентаря, да? Чтобы он у меня его не стырил. Я, честно говоря, просто не ожидал, что все будет так, потому что вроде бы, что типа охотники, но по идее нормальные должны быть ребята, правильно? Просто тут его выкладывать, я боюсь, что оно потом из-за всего не будет и будет полный фуфел. Давайте вот как-то вот так вот сделаем. Вот. А ну теперь давайте, типа я тебя вызываю. О! Все. Да у тебя даже нет золота с собой. Оно интересно, что сейчас будет. Ну блин, он меня хоть не убивает, то я боялся, что он меня после этого еще и убьет. Это будет совсем не весело. Да очень отважен, мой друг. Я не ожидал, что ты рискнешь своей жизнью ради честного поединка, при том, что шансов на победу у тебя было немного. За твою храбрость я дам тебе этот пояс и покажу пару приемов. Так, а что за пару приемов ты не покажешь, братишка? Так, ну отлично, мы уровень подняли. Давайте-ка вооружимся опять, что у нас там было? Серебряный клинок и щит. Так, давайте-ка выпьем еще зелье. А что за пару приемов, братишка? Понятно. Я сразился с Винсентом. Теперь ты доволен? Да, бой был что надо. Винсент тебя неплохо приложил, однако ты отчаянно сражался. Да, отчаянно. И я уважаю смелых парней, и я буду учить тебя. Научи меня сражаться одноручным мечом. Приступим к тренировке. Твои кисти слишком напряжены. Все, зашибись, больше у меня чьего учения нету. Ну, теперь он поединить за мной бегать уже не должен, правильно? Что это за прикол? Что за глюк, а? Все, у меня уже 45% в одноручка. Что он за мной бегает? Если я... Я просто думал сначала, что из-за того, что я вот с Винсентом не дрался, да? Думал сначала, что нужно подраться с Винсентом, он все равно за мной бегает. Я не могу понять, что за фишка. Ну, да ладно. Так, я, значит, это там видел Драконий Корень. Давайте еще, знаете, что? Еще поговорим со всякими чувачками по поводу у котового идиота. Вот. И поищем еще Дориана. Ну, и, конечно же, было бы еще здорово найти жемчужины. Тем более, что мне нужно всего лишь одну штучку, повторюсь, да, для того, чтобы пройти квест. Вообще, конечно, полная жесть в этом плане. Так, ну, что у нас тут? Тут, значит, просто какая-то халупа, правильно? Ну, да, просто какая-то халупа, короче. Что тебе здесь нужно? Я хочу пройти в дом. Ты против? Нет, но ты должен запомнить. Если начнешь устраивать беспорядки или надумаешь что-нибудь украсть, у тебя будут проблемы. Приветствую тебя, охотник. А, это ты. Проходи. Меня зовут Дориан. Я предводитель нашего народа на этом проклятом острове. Я наслышал и тебе, и о твоих похождениях. Мне как раз нужен такой смельчак, как ты, для одного дела. Расскажи мне о вашем лагере. Эх, этот лагерь все, что осталось от некогда великого народа ферракийцев. Тысячу лет назад наш народ был очень многочисленным и жил не на этом жалком клочке земли, а на большом континенте, от которого в наше время не осталось и следа. Наши предки строили величественные города, храмы древних богов, имена которых уже мало кто помнит. Мы жили в гармонии и процветании, торговали с другими народами и думали, что так будет продолжаться вечно. Но, как говорят мудрецы, вечно лишь то, что есть твоя душа. Остальное, рано или поздно, превратится в тлен. Так оно и случилось. Страна погрязла в интригах и дрязгах. Король был слаб и уже не управлял королевством. Настоящими хозяевами стали подпольные секты и дворцовые интриганы. Они по кусочку растаскивали богатство страны, пытаясь ухватить кусок побольше. А потом пришел он, темный властелин. Мерзкий некромант. Он собрал огромную армию нежити и пошел к войной на королевство. Его сила и мощь была настолько велика, что только чудом магам королевства удалось остановить его и заточить в вечную тюрьму на этом острове. Но за все приходится платить в этом мире. Темный успел перед своей кончиной наложить проклятие на наш народ. Заклинание было настолько сильным, что большая часть материка ушла под воду. Тысячи ферракийцев погибли в тот черный день. Это стало началом конца. Теперь, по прошествии многим сотен лет, нас становится все меньше и меньше. Пройдет еще немного времени, и от нас не останется и следа. Очень грустную историю ты рассказал. Мне искренне жаль ваш народ. Оставь свою жалость при себе. Народ ферракийцев никогда не сдастся и будет гордо принимать все превратности судьбы на своем пути. Никто и ничто не сможет нас сломить, пока по нашим венам течет кровь предков. Ты можешь научить меня разделывать животных? Да, конечно. Хотя не знаю, поймешь ли ты из моих уроков хоть что-нибудь. Это отнюдь не просто занятие. К каждому зверю нужен особый подход, чтобы правильно получить с него ценный трофей и при этом не повредить его. Я способный ученик, не сомневайся. Как я понял, остров достаточно большой. Нет ли способа быстро перемещаться по нему? Раньше был, но сейчас многие знания утеряны. А что это был за способ? Наши предки использовали специальные руны перемещения, которые действовали возле камней силы. Если ты хочешь больше узнать об этом, поговори с Освальдом. Что ты знаешь о храме на этом острове? Немногое. Время прячет свои тайны под грудой веков. Из того, что мне рассказывали наши деды, я понял, что именно в этом храме и проходила решающая битва между темным и магами нашего королевства. И еще я слышал, что в глубинах храма есть некий артефакт огромной мощи, который и есть ключ с оклятию, удерживающим у некромантов заточений. Почему вы напали на пиратов? Мы давно собирались избавить наш остров от этих падальщиков. Мало того, что они занимались разбоем и рыботорговлей, так они еще и работали на орков, которых мы ненавидим. Почему вы ненавидите орков? Когда орки прибыли на остров и организовали небольшой лагерь неподалеку от храма, наши старейшины решили поговорить с ними и узнать, что нужно незнакомцам на нашей земле. Трое мудрейших отправились туда и больше не вернулись. Эти твари убили их, а трупы развесили на столбах на растерзание хищным птицам. Они отпустили только одного мальчишку, который также ходил на встречу. Тот принес послание орков, в котором говорилось, что все мы должны добровольно сложить оружие и прийти к ним в лагерь, иначе всех нас ждет та же судьба, что и старейшин. Теперь для нас дело чести прикончить их всех до одного. Чем я могу помочь? Как ты уже знаешь, этот остров проклят. Темный постарался на славу, когда создавал это заклинание. И все, кто живут здесь, обречены на гибель. Раз в несколько лет по всему острову прокатывается волна всевозможных болезней, уносящих десятки жизней с собой. Мы не знаем, откуда они берутся и почему проходят так же внезапно, как и начинаются. Наш алхимик Освальд долго пытался найти способ защитить нас от воздействия этого амора, и кажется, он придумал. Я буду тебе очень признателен, если ты поможешь ему закончить работу. Хорошо, я постараюсь помочь ему. Так, а еще что интересно, давайте посмотрим, можно ли прочесть все эти книжки и, наверное, на сегодня уже тогда все. Сейчас посмотрим, прочтется или что-нибудь. Да, можно читать. Что там у нас? Так, тут походу нифига. Это у нас что такое? О, 25 опыта. И еще какие-то две книжечки, да? Опять-таки нифига. тут вообще не читается. Понятно. Ладно, чуваки, мы сегодня сделали такой немаленький бросок, да, так сказать. Многое успели действительно сделать. Подобирали различных квестов, дошли себе нового учителя одноручного оружия, так как прошлого у нас убили, так сказать, да? Вот. Завтра будем продолжать бегать по лагерю в следующем выпуске. Поговорим с этим алхимиком, потому что с ним очень много можно поговорить, да? Это что, таверна, что ли? Ничего, сегодня даже таверна есть, прикидывайте, чего есть. Не привычно видеть в моей скромной таверне нового человека. Кто ты? Меня зовут Алластер. Я бывший каторжник рудной шахты орков. И тебе удалось сбежать? Удивительно. Вот, возьми это молоко. Думаю, оно тебе не повредит после всех твоих заключений. Наверняка работа в шахте вымотала тебя. Я но ты так очень очень что можно прикупить, да? Карта острова охотника и жратва, понятно, так. Да блин, Чем ты занимаешься? Ну, как ты видишь, заведую этим трактиром. Все братья после долгих странствий по лесам первым делом идут ко мне. У меня, конечно же, нет ни пива, ни грога. Что вам пиво стоит на столе? молоко, сыр или буханка хлеба всегда найдется. Также я заведую складом, поэтому братья также сдают мне шкуры и мясо. Шкуры затем я передаю Даниэль, чтобы она еще несколько помощниц изготавливали нам новые доспехи и латали старые. Ну, а мясо, сам понимаешь, часть отправляется на склад, а остальное идет на еду братьев, находящихся в лагере. А я могу принести тебе несколько шкур? Конечно, нам никогда не помешает лишняя пара шкур, чтобы сделать из них новые доспехи. Так как ты чужак, то вряд ли будешь работать за хлеб и молоко, поэтому я буду давать тебе за них золото. Нам оно особо ни к чему, а по блеску в твоих глазах понимаю, что ты как и все чужаки падок на желтый металл. Ты на редкость проницателен. Я вижу, что ты очень добрый человек. А с чего мне быть злым? Ведь я мирный человек. Мои братья так увлеклись борьбой с захватчиками нашего острова, что забыли самое главное. Нужно всегда жить в гармонии с природой собой. Так, что он там дал нам за молоко? Может быть какое-то особенное или нет? Да необычное было на какие-то атрибуты повысит. Капец. ладно. О, у нас есть еще к силе плюс один. Отлично. Это у всего 56. Так, кстати, а вот можно допустим этот халку потырить? Он не будет против? Допустим я сейчас начну все подбирать. Я просто люблю сатырить. О, можно. Обменяем потом тому чуваку на деньги. незнакомец. Мне есть к тебе дело. Чем могу помочь? Меня зовут Атис и я нуждаюсь в помощи в одном нужном деле. Я поспорил с Винсентом, что в одиночку справлюсь с троллем. Но как оказалось, я немного недооценил зверя. Сколько я взяла попыток с ним справиться, ничего не выходило. Шкура тролля настолько толстая, что мои стрелы практически не носит ему ра. Для него это как укусы кровавой мухи, и он только больше свирепеет. Я вижу, что ты опытный воин, и можешь мне помочь. Ты согласен? Я должен подумать, дело предстоит непростое. Хорошо, я не тороплю тебя. Так, короче, я собираю яблоки, ну вас всех впеть, потому что я чувствую, что с такими темпами я тут еще долго буду с вами всеми тут обсуждать всякие делишки. Так, мы еще пару местных похлебок нашли, ну-ка, 56, сейчас вообще будет 58, ну да, ништяк, походить, поискать эти похлебки, да, вот уже у нас нифига себе сила. Кстати, мы вернули ту силу, что у нас была. О, а вот и самогончик, кстати говоря. Все, в натуре, чуваки, в натуре, давайте сохраняемся, на сегодня все, потому что я живу, если я так и дальше буду тут бегать со всеми общаться, то это затянется еще на 3 часа, тут есть с кем поговорить, есть что нового узнать, поэтому ну и все в пень, я уже запарился. Все, я вас как-то благодарен за просмотр, за подписки, за лайки, до новых встреч, ребята, пока.